Каждый день в этих цехах готовы перерабатывать до 50 тысяч тонн молока. После масштабной реконструкции завод заработал на полную мощность. Свежий йогурт и кефир отправляются не только на прилавки магазинов Края, но и в санатории, детские сады и школы. К столу здесь теперь могут также предложить Абинский чечил, Брынзу и Сулугуни, рассказывают главе региона. Во время рабочего визита Винемин Кондратьев специально заезжает на предприятие, чтобы оценить, как налажено производство. Вся продукция исключительно из кубанского молока. В качестве не дают усомниться и сами сотрудники завода. Вы сами кушаете то, что делаете? Вкусный, настоящий и полезный, да? Но это самое главное, потому что я знаю, что продукция пользуется спросом вашего производства. И, наверное, это самое важное, что можно здесь сказать. Потребитель сам определяет, что вкусно, что полезно, но и доступно. Оценить кубанцы уже давно смогли и качество ягод из Абинского района. Вот, например, одно из первых фермерских хозяйств Края, где выращивают столовые сорта винограда и земляники в закрытом грунте. В теплицах солнечная ягода созревает на три недели раньше срока. Это весомый аргумент в пользу экономики, отмечает Винемин Кондратьев. Своего покупателя уже давно завоевало и сельхозпредприятие по соседству в хуторе Ириванском. За последние три года здесь произвели больше 22 тысяч тонн яблок, слив, алучи, персиков и черешни. Губернатору показывают базу хранения. Сейчас там почти 8,5 тысяч тонн фруктов. Сегодня импортозамещение, так называемые, санкции, они помогают нашему сельхозтоваропроизводителю выйти на рынок. Вот если откроются границы, вы способны будете конкурировать с аналогичными фруктами из-за рубежа? Способ. Потому что мы уже новая тара, новая тара деревянная, глазок, всем другая, сейчас чипа. Ставим линии, поставим сортировочник, посмотрим. Станок, который, картон, требует от нас сети, только и дочки. Вот и самое главное, чтобы все воспроизводители края были уверены в том, что когда завтра границы откроются, санкции снимутся, мы должны ни в коем случае с рынка не уйти, а своей продукцией хозяйственной остаться. Остаться и уже никого вне санкций на рынок и края, на части нашей страны не пустить. Потому что наша продукция, она будет конкретно способная, она будет высокого качества, она будет красиво упакована. На самом деле потребитель, уже житель и края страны покупая, проголосует за кубанскую, по крайней мере, нашу продукцию. За счет увеличения площадей садов и повышения урожайности предприятие планирует выйти на производство фруктов до 30 тысяч тонн в год. Цифры вполне реальные, уверены аграрии. Несмотря на то, что Абинский район больше славится своими металлургическими достижениями, жителям удалось заложить фундамент конкурентоспособного сельскохозяйственного центра, а еще приятного места для отпуска. Во время рабочего объезда главе региона показывают новое место для привлечения туристов. Добраться туда можно на плоту через реку. Зона отдыха ничуть не уступает европейским курортам, поделился впечатлениями Вениамин Кондратьев. Надо иметь и талант, и настолько огромное желание для себя, или для людей, как для себя, чтобы создать такие места, создавать такие места. И это все от хозяина зависит. Насколько он хочет это сделать, насколько он желает сделать так, чтобы обычные территории, где-то вот такие незрачные, превращались в такие места, любимые уже жителями, и стали массово посещаемыми. По темпам развития Абинский район сегодня занимает 13-е место в рейтинге края. Только за последний год муниципалитету удалось привлечь около 5 миллиардов рублей инвестиций. При этом бизнес готов вложить в развитие территории еще больше, докладывает Вениамин Кондратьеву уже на традиционной встрече с активом. В Холмской даже есть целая площадка, где планируют возвести несколько промышленных предприятий. Но вот инвесторы пока туда идут неохотно. Проблема с энергетикой, затащить туда. Приходят инвесторы, говорят, все хорошо, логистика великолепная, потому что проходит трасса Краснодарного-Российск, рядом железная дорога, рядом дорога на гидроузел, на Федоровку и другой выход, но нет энергетики. Это, в принципе, у них промзона. И на эту промзону готовы зайти те, кто потенциально создаст новые предприятия, значит, новые рабочие места и потенциально налоги, которые район получит. Но тогда понимается, и с точки зрения этого, это ухудшенная выгода, которая сейчас просто вот так вот уходит время безвразвратно, которое мы уже не наверстаем. ВИТИ, в том числе, и потенциальных налогов, которые могли получить. Я уже, я еще не подчеркиваю, даже про рабочие места, зарплаты. Что касается инфраструктуры, то единственным возможным способом, как и склады, газогенерации. В принципе, те мощности, которые сегодня им нужны, мы способны их найти на территории региона в рамках, опять же, собственной генерации. Что касается электричества, но его здесь нет. Мощности не хватает, просто физически не хватает. На сегодняшний день резерв мощности составляет 13,6 мегаватта. То есть 13,6 мегаватта с учетом уже поданных заявок. Это резерв. Я еще раз подчеркиваю, газ там нужен, электричество нужно, инвестор там нужен в первую очередь. Инвестор придет тогда, когда площадка зафункционирует, и все, коллеги, весь вопрос снимается. Договорились? Придать Андрею Анатольевичу и четко смеся с главой района, и понимание должно быть, что нужно, чтобы там появился и свет, и газ. Все, что необходимо, уже пришел инвестор. Решение проблемы дефицита энергетических мощностей даст новый толчок к развитию муниципалитета, уверен Вениамин Кондратьев. Ведь потенциал сегодня огромный. Промышленность, сельское хозяйство, туризм, проекты успешно реализуются во всех этих отраслях. А значит, под темпом экономического развития у Абинского района есть все шансы стать лидером в крае. Мария Крошина, Инна Чайка, Денис Перец, Денис Маскаленко, Кубань, 24, Абинский район.